Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил о готовности встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Вход в Мосгоризбирком был открыт только для кандидатов. Журналистов полиция пускать не стала. Пришедшие политики потребовали от Горбунова публичной открытой встречи в прямом эфире. На что глава избиркома, по их словам, сказал, что ведет только личный прием. После этого Любовь Соболь, Иван Жданов и Илья Яшин покинули здание. Тем не менее, встречу с ним все-таки провели Елена Русакова и Дмитрий Гудков. Гудков сообщил, что председатель Мосгоризбиркома пообещал присутствие представителей столичной комиссии на заседаниях окружных комиссий. Там во вторник будет рассматриваться вопрос о допуске кандидатов к выборам в Мосгордуму. МГИК должен занять позицию. Понятно, что они там не могут ее отпустить. То есть, МГИК занимает определенную позицию, наверное, как-то повлияет, в том числе, на нас. Мы об этом тоже рассматриваем. Очень странное сегодня затейное мероприятие господина Горбунова, который сначала пригласил всех независимых кандидатов к себе. Мы пришли, и он нам решил устроить какой-то отбор. Он захотел с нами каждым профессионально пообщаться по отдельности. И долго и упорно отказывался говорить со всеми вместе. Наконец, в этом его убедил все-таки Дмитрий Будьков. Мы поговорили в не очень комфортной обстановке в коридоре. Мы заявили о тех массовых фальсификациях при отбраковке подписей, которыми занимаются. Особенно при вводе в систему газ-выборы, при первичной проверке. Мы сказали о том, что все эти процедуры утратили легитимность. То есть доверие к ним подорвано в обществе, среди кандидатов, среди избирателей, среди общественности в широком смысле слова, в средствах массовой информации. И поэтому единственным выходом из этой ситуации и возвращением доверия к процедуре выборов в МОЗ Бургуми является регистрация всех кандидатов, которые сдали подпись. Без различия. Оппозиционные они, любые. Только таким образом можно обеспечить конкуренцию на этих предстоящих выборах. Это требование мы будем формулировать и дальше, в обязательном порядке. Завтра я призываю всех и кандидатов, и заинтересованных избирателей прийти к Центральной избирательной комиссии. Мы сегодня подписали обращение к Элле Панфилове. Я его сейчас отнесу в Центральную избирательную комиссию. Мы требуем от нее немедленно, а не 22-го числа, как она сказала, тогда уже будет поздно что-либо анализировать, встретиться с нами для обсуждения ситуации, для возвращения доверия к выборам, для обеспечения мер по участию всех кандидатов на этих выборах. Еще раз, у меня есть заключение графолога. У меня абсолютно все подписи написаны, что поставлены социальноручно избирателем. Если Горбунов говорит, что у меня есть покойники, подписывают их на комиссию. Я его в этом публично обвиняю. Если он не лжец, пусть подаст на меня в суд. До тех пор я буду считать его же Центральную, пока он не извинится. Что сейчас произошло? Горбунов отказался с нами встречаться публично со всеми кандидатами. Хотя у всех кандидатов есть общие вопросы, которые они могут лично задать на большой встрече, открытой, честно задать эти вопросы. Мы не хотим встречаться как-то кулуарно, без камер, без журналистов. Но это унижение, что вот прессу сейчас отправили за забор и не хотят ее пускать внутрь, можно ли с дырком. Более того, это открытая для всех улица. Мы готовы к публично открытой встрече, но не готовы общаться с ним как-то кулуарно. Он вышел к нам в коридор, общался достаточно хамски и грубо на вопросы, очевидные юридические вопросы. А как же так? Вы даже нам справку не выдали, где есть несоответствие, по которым мы можем юридически отбиваться. Он говорит, разберем завтра все на окружной избирательной комиссии. То есть конкретно на вопросы он нам не отвечает. Поэтому мы считаем, что это большая хотя бы победа жителей, которые вчера пришли, избирателей. Хотя Горбунов их назвал в эфире «Эхо Москвы» не избирателями, а понаехавшими из Московской области оттуда-то. А вчера на встрече я даже просил, поднимите руки. Кто из этих избирателей? Вся площадь поднимала руки. Мы просим избирателей прийти сегодня на Трубную площадь в 19 часов, чтобы обсудить снова поведение мозгоразбиркома, который очевидно не хочет нас регистрировать и очевидно не хочет решать какие-то юридические проблемы. Зовем всех на Трубную, готовы выходить каждый день на Трубную площадь. Не удалось договориться о публичной встрече со всеми кандидатами. Я как фурламентер был направлен убедить Горбунова встретиться со всеми. Единственное, что удалось выжить, это 10-минутная встреча в коридоре, в ходе которой мы получили заверение, что каждому на заседание окружной комиссии будет направлен представитель МГИД. В том числе у нас есть возможность, как вы знаете, еще попросить общественную фауку Москвы. Алексей Венедиктов, которые туда входят, также пригласить на эти заседания. На дальнейшем пишите жалобы в случае, если ваши доводы не будут приняты. При этом Гудков отметил, что по сути встреча ничем не закончилась. Антон Сергеенко, Радио Свобода, Москва. Редактор субтитров А.Семкин